Евраз Пипл Евраз Пипл Евраз Пипл Евраз Пипл Итак, город абсолютный рекордсмен по числу переименований, но для жителей он просто кузня. В коротком слове будто слышится звон металла. Новокузнецк – город с амбициями. Тут все – либо первое, либо самое, либо единственное. Вот, например, первый в Сибири небоскреб. Изначально он должен был быть 16-этажным и венчаться шпилем и статуей, ну то есть на треть выше, чем он сейчас. Но Никита Хрущев сказал, не бывать излишеством в архитектуре, и поэтому от башни отказались. Драмтеатру повезло больше. К моменту выхода судьбоносного хрущевского указа его большая часть уже была построена. Сбивать лепнину не стали. Дорого. Так Новокузнецк получил великолепное здание в стиле неоклассицизм. Это вообще любимое место новокузнечан, где чаще бьется сердце, когда мы его видим на каких-то фотографиях. Но настоящий символ Новокузнецка – дом-дворец на площади Маяковского. Я правильно понимаю, что этот дом элитный? Да. Какие же были запросы у элиты в середине 20-го века? В доме был уже в то время мусоропровод, лифты, была повышенная высота потолков, была даже комната для прислуги, которую называли проявочной. Слышали? Именно с такого губка начинается рабочая смена на заводе. Более 80 лет этот символ раздается по всему Новокузнецку два раза в день. В 8 утра и 8 вечера. Хорошо, что я не опоздал на смену. Сегодня Евраз ЗСМК входит в пятерку крупнейших производителей железнодорожных рельсов по всему миру и является генеральным поставщиком российских железных дорог. Именно здесь рождаются железнодорожные пути, трамвайные магистрали, метрополитены, а также третий метрогат, повышенные прочные пути. Пойду я прокладывать свой путь по такому гигантскому цеху. Все начинается в электросталеплавильном цехе. Процесс выплавки заготовок для будущей продукции непрерывен и полностью автоматизирован. Длина этой заготовки около 8 метров, а температура на выходе из печи составляет 1180 градусов. Участок нагревательных устройств рельсобалочного цеха. Заготовку с электросталеплавильного цеха осматривают и зачищают от дефектов. Это установка гидровеческовки «Вакаль». Давление воды до 200 атмосфер. К слову, 100 атмосфер проливает кирпичную стену. Не хотел бы я там оказаться. Может показаться, что все рекорды остались в прошлом, но на самом деле нет. Это суперсовременное здание, самый крупный музей автотехники в Сибири. Встречаем гостей, мы им показываем какие-то импортные интересные машинки. Но на самом деле коллекционеры коллекционируют то, чего мало. Более ценна эта советская техника. Победа, гордость советского автопрома. С гаража приехала, ничего мы с ней не делали. На полном ходу. Это самое лучшее, все, что было на тот момент. Еще бы залезли. Прикольно. Мне кажется, что здесь карлики должны были ездить. Даже на сегодняшний день она может 100 км в час ехать. Уже было слово «лимузин» и считалась машина для богатых людей. 1928 год залез, а? А помните раньше звук поезда? Тук, тук, тук. А теперь тук, тук, тук. Это все благодаря нашим 100-метровым рельсам. Просто сварных стыков стало меньше, а стойкость к изнашиванию повысилась. И все это благодаря тому, что рельсобалочный цех Евраз ЗСМК первым в России стал производить дифференцированно термоупрочненные рельсы длиной до 100 метров. Рельсы от Евраза могут использоваться даже при низких температурах до минус 60 градусов. А недавно они установили рекорд по надежности. Наши рельсы были отправлены на Круг, это под Москвой, знаете, такой испытательный центр. Смогли отстоять полтора миллиарда тонн брута. То есть по ним полтора миллиарда проехало, и они не деформировались никак. И не было ни одного дефекта. И даже скола? Да, не было. Вот почему и говорят, полтора миллиарда брута тонн. Таких рекордов надо больше. 100-метровые рельсы грузят на специальный СЭП. СЭП состоит из семи платформ. Благодаря этому получается гибкое соединение, с помощью которого рельсы транспортируются по всей нашей стране. И сейчас я пачку эту уберу на склад, а потом к тебе поеду. Все 12 часов ты здесь проходишь возле пульта? Да. Ну очень сложно. Сложно, да. И в жару, и в холод. И в жару, и в холод. А вообще пульт тяжелый? Если с ним всю смену ходить, руки, конечно, устают. Поначалу, да. Можно сейчас я попробую поуправлять такой махиной? Да, только очень аккуратно. Хорошо. Он управляется, как машинка на пульте управления. Не буду тебя отвлекать. По слухам, жители Новокузнецка уже рождаются с лыжами и бордом. Какая-то природная аномалия. Скорее всего, это влияние горы Шерегеш. Экстрим у них крови. С ноября по май они катаются по горным склонам, ну а летом пересаживаются на вейкборды, чтобы не терять скорость. Как часто я буду падать за эти 10 минут? Все зависит от твоих способностей. Они нулевые. Они нулевые, значит, сейчас ты будешь падать. Если бы знала мама, чем я здесь занимаюсь, она бы сказала, Ваня, молодец. Ногами, ногами, ногами. Вот так. И тут же разворачиваешь доску по направлению движения. Три, два, пробуем. Классно? Классно, класс, ребятки. Здравствуйте. Тихо, вы вызывали? А сейчас эта заготовка отправится прямиком в лабораторию. Пробу берем и ставим на твердомер. Да, твердость соответствует ГОСТу. И результаты мы заносим в компьютер. Это пробы поступили из рисобалочного цеха на испытания. На них будет проведен химанализ на содержание алюминия. А это откуда? А это из шаропрокатного цеха. Проба для контроля матроструктуры и отсутствия флокенов. Мы должны очень быстро выдавать результаты, поэтому от 4 до 6 часов у нас уходит на то, чтобы провести испытания поступивших в проб. Тесты и испытания пройдены, наш образец отвечает всем требованиям, а значит партия рельс может быть отгружена. Жители Новокузнецка не просто градятся своей исключительностью, но они умудрились сделать из этого бренд и убедили весь мир, что Сибирь – это круто. I'm Siberian. Это такое же знак качества, как кузнецкая сталь и уголь. А теперь я настоящий сибиряк. Ну, наверное. Если это поможет быть настоящим сибиряком. Любое желание, которое ты загадаешь в Новокузнецке, сбудется точно, потому что это кузня, здесь по-другому нельзя. Это кузня, здесь по-другому нельзя. Бульвар героев – аллея гордости и славы Новокузнецка. Огонь горит не только здесь, но и в сердце каждого жителя кузни. Не знаю, как ты, Иван, но мне на заводе прям реально было жарко от этого пламени. Согласен, но битва за рекорды еще не окончена. Наши коллеги отправляются в следующее путешествие на завод и в народ. Субтитры создавал DimaTorzok